Всем привет, на связи Григорий, добро пожаловать в проект Айсадовского в Майнкрафте. Сегодня, как всегда, я показываю свои последние нововведения в этом городе, те, что я успел сделать. В общем, первое нововведение, это у нас поликлиника, поликлиника номер 6. В общем, так выглядит поликлиника снаружи. Рядом с входом у нас клумбы с деревьями, вставлены также скамейки и два мусорных бака. Точнее, две урны, извиняюсь. На крыше ничего особенного, тут у нас выход на крышу, машинное помещение и кондиционер. Поликлиника располагается на улице Перостроителей, недалеко от дороги, ведущей к пляжу. Предыстория такова. Я изначально планировал возле пляжа сделать медицинский центр, но потом я выяснил, что этому микрорайону не хватает поликлиники, а по всему я решил делать не медицинский центр, а поликлинику. Но при этом я опирался на объект, который дал мне вдохновение. Это медицинский центр. Моя медицина, сподляющаяся в Челябинске на улице Новосересмолена. Вот, то есть, извиняюсь, недалеко от пляжа озера Смолена. Тут такая вот центральная дорожка, ведущая к главному входу. Также декоративная ставка из стекла белого. У нас встречает табличка «Городская поликлиника номер 6 города Айсатовска». Тоже у нас встречает такой вот холл. Дальше у нас... Ребят, я и тенись, но пришлось на время прорвать запись. В общем, мы остановились на том, что я показывал вам этот холл, скамейки, декоративные ставки из дубовых листьев и компостницы, мусорные ухны для мусора, вот. На первом этаже у нас распадает регистратура такая вот небольшая. И гардеробка будет тоже небольшая. Также у нас кулер с водой. Также мужской туалет такой вот. Две раковины, две кабинки, вот. И женский туалет. Правда, там немного другие раковины. Раковины, там из пурпуровых ступеней, а там из призмариновых. Дальше у нас идут кабинеты. Вот он тоже расставил скамейки. Каждый кабинет в поликлинике одинаковый, поэтому особого тратить на это время мы не будем. Просто рассмотрим один из них. Тут у нас книжные полки, тут у нас врач сидит лечит. Тут постоянно рассказывают, что у него болит. То есть, опять-таки, десятки. Дальше я поставил пол, вот такие вот ящики. Хотя на самом деле это бочка. Просто так вот вертит, так вот поставлена. То есть, к стенке. Дальше у нас идет лестница и лифт для инвалидов. Второй и третий этажа особо одинаковые. Правда, тут нету вот прохода, выхода отсюда. Просто отыграть большое панарное стекло. Так вот выглядит вид на фручевку, деревья, дорогу. Тут у нас кабинет главного врача, такой вот. Правда, вот я кулер забыл поставить. Ну, еще страшно. Сейчас по-быстренькому, так сказать, по-блюбому шестому мы организуем все это дело. Так, крючок вот на месте. Вот так, все. Тут еще один кулер, такой уже для посетителей, если что. Так, дальше заместитель главного врача. Вот такой вот кабинет. И это на третьем этаже. На втором этаже те же самые кабинеты, правда, по-другому. Правда, там другие таблички. Тут канцелярия, так проописано. И администрация, администрация политеники. И та же ситуация, что там тоже отсутствует... Ой, это шаг, я шаг сделал. Здесь тоже отсутствует кулер, поэтому небольшой, маленький вот с билд, как минимум. Чтобы хотя бы сделать, поставить сюда кулер. Может было воды попить, если жарко. Котово. Второй этаж практически ничем не отличается от третьего этажа, вот. Отличие от первого этажа, то что на первом этаже там регистратура и гардероб. Вот на втором, в общем, вот так вот. Ну, вы сами видите. В общем, такая поликлиника. Поликлиника номер 6, которую я вам показал. Еще одно нововведение, уже находится недалеко. Это связан... Это спортивный магазин. В общем, изначально здесь раньше был спортмастер, но... Поступила новость о том, что спортмастер покидает российский рынок. И в связи с этим спортмастер, магазин спортмастер закрылся в Алисадовске. К слову, вот там был единственный в Алисадовске магазин спортмастер, который был на улице Перостроителей. А его вместо сейчас занимает магазин спортковаров Алип. Тут у нас в этом специальной камере хранения вещей личных. Тут у нас полки с товарами, кассы, велосипеды. Ну, для продажи, ну, не так вот. И снова дальше полки со спортивным инвентарем. Дальше у нас склад такой вот. Типичный. Технический... Технический персонал, вот. Или кабинет. И администрация, вот. В общем, вот так выглядит с магазина Олимп. Ну и напоследок я могу сказать о некоторых планах. Здесь на улице Перостроителей, вот, планируем сделать кафешку недалеко от дороги к пляжу. Ну, заметно то, что этот микрорайон имеет хоть какую-то, можно сказать, уникальность. Возможно, уникальность именно в расположении. Не только расположении, но и также в темпе развития. Этот микрорайон, точнее, не микрорайон, а внутригородской поселок, который называется Первоозерный. Да-да, я вижу, отсылка тоже на Челябинске. Я его также назвал, как и Челябинске, это тоже Первоозерный поселок. И он, как минимум, уникальный не только из-за расположения, но и тут все по темпу развития. То есть, появляется по уровню строительства, если так можно сказать. Напоследок, хочу сказать о том, что, возможно, скоро я проведу голосование на самый лучший микрорайон города. Голосование будет проходить в моей группе про Алисадовск ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании под видео. Ну что ж, с вами был Грегор, я являюсь основателем и владельцем города Алисадовска. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать идеи для города, а также для видео на канале в целом. А также залетайте в описание, там моя группа ВК, сервис в городе, а также чатик в Телеграме, там тоже много чего интересного. Что ж, спасибо всем за внимание, до новых встреч, до новых роликов. Пока.